В научной жизни студенчества Юго-Астинского государственного университета важное и значимое событие. Начинает свою работу 73-я научно-студенческая конференция. Все самые актуальные и интересные выступления мы услышим здесь и сейчас. Научные труды студенческой молодежи всегда находят положительный отклик в их будущей деятельности, в частности при приеме на работу при назначении президентских стипендий. Работа ежегодной научно-студенческой конференции началась с приветственной речи ректора ЮГУ профессора Вадима Тедеева. Радует, что из года в год студенты, которые хотят заниматься наукой, их все больше и больше. Я рад за студентов, я рад за нас, за всех. Я бы очень хотел, чтобы мы на этом не останавливались и чтобы как можно большее количество студентов занимались конкретно наукой. Радует и тот факт, что и наши сотрудники, и наши преподаватели с большим интересом занимаются с нашими студентами. Потому что одно дело, когда сотрудник университета занимается наукой с коллегами, а другое дело, когда занимается наукой со студентами. Заниматься научной деятельностью с коллегами и учеными – одно дело, но завлечь студенчество в мир науки всегда ответственная задача. Ведь как никогда развитие теории нуждается в молодой силе, причиной чему стал военный и послевоенный период в жизни республики. По программе пленарного заседания работа научно-студенческой конференции продолжилась по трем направлениям – филологические науки и журналистика, общественные науки и экономика, естественные, точные и технические науки. Нововведением в этом году стал и формат пленарного заседания, который дал возможность большему количеству студентов представить свои работы. Представлю доклад на тему репрезентации лингвокультурного остинского концепта «Адзал» на английском и русском языках. Когнитивная лингвистика и лингвокультурология продолжают оставаться наиболее актуальными лингвистическими направлениями современной лингвистической науки. Данное исследование лежит в русле одного из наиболее важных направлений когнитивной лингвистики – лингвоконцептологии и рассматривает основную единицу лингвоконцептологии – концепт, многомерное смысловое образование, в котором выделяется целостная, образная и понятийная стороны. Наименее разработанным вопросом лингвоконцептологии является дифференциация метафорического, прецедентного и символического пластов концепта, которые рассматриваются в образной составляющей в качестве образно-метафорического, образно-прецедентного или образно-символического элементов. Существует большое количество научных исследований в русле концептологии политического дискурса. В основном это работы на материале английского, немецкого, французского, русского языков. Изучение концептосферы югостинского общественного дискурса – первый опыт в этом отношении. В исследовании использовались методы компонентного, логикопонятийного, этимологического и лингвокогнитивного анализа. Интерпретационный метод – метод сплошной выборки. Студентами и их научными руководителями на пленарной заседании были вынесены актуальные темы от договора ренты, понятия и виды до становления неевклидовой геометрии. Отратно отметить, что все больше молодежи приобщается к научной деятельности. Договор ренты – это соглашение, в силу которого одна сторона получатель ренты передает другой стороне плательщику ренты в собственность имущества. А плательщик ренты обязуется в обмен на получение имущества периодически выплачивать получателю ренты в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в одной форме. Этот договор, хочу признать, не всегда оправдывает ожидания сторон, а связано это с аляторной его сущностью. Но при правильном построении у него гораздо больше достоинств, чем недостатка. Выделяется три разновидности договора ренты. Это постоянная рента, то есть бессрочная, пожизненная рента, рента на срок жизни получателя и пожизненное содержание сожжение. Как никогда актуальные частные военные компании и то, что происходит в частном Украине, тоже затрагивает в своем докладе. В частности, такую частную военную компанию, как «Вагнер», группа «Вагнера» или по-другому их также еще называют музыканты. Тщательно проработанные и подробно раскрытые темы докладов для присутствующих стали предметом обсуждения. Вопросы с энтузиазмом звучали в адрес выступающих. Сложная эпидемиологическая ситуация и случай заболеваний на юге России связана с деятельностью грузинской лаборатории имени Ричарда Лугара. Такое заявление сделали многие исследователи. Исследованиями там занимаются биологи из грузинского соединения, медицинские исследования и просто гражданские ученые. Но при этом в лаборатории есть третий уровень, доступ куда имеют только сотрудники из США. Как сообщается на сайте Федерального реестра контрактов, задачами центра являются исследования биореагентов, таких как сибирская язва, тулеремия, также вирусные заболевания, включая геморрагическую лихорадку. В Южной Осетии на демографическую ситуацию повлияли такие факторы, как экономические потрясения, политические события, начало и окончание войн, кризисы управления, изменения мировоззрения. За период с 1989 по 2008 годы ухудшалась социальная обстановка, люди жили в условиях психологической напряженности и ожидания возобновления вооруженного конфликта. Все это привело к отрицательным демографическим последствиям, к ухудшению всех показателей естественного движения, интенсивному оттоку населения в другие государства, в первую очередь в Россию. Начнем с того, что поскольку люди издавна строили поселения около водоемов, береговые линии стали неотъемлемой и важной составляющей городского ландшафта. В наши дни набережной стали частью социокультурной жизни людей, появилась необходимость благоустройства и устойчивого развития их среды. Компонентное проектирование набережной улучшает качество жизни горожан, делает экономику города привлекательной. При наличии набережной в городе она может быть самой важной частью городского ландшафта. При проектировании набережной важно сохранять и развивать имеющуюся экосистему. На данный момент набережные являются многофункциональной средой, обеспечивающей тесное взаимодействие природного ландшафта и городской среды. Если рассматривать горный туризм, то мы сталкиваемся с проблемой отсутствия организованных туристических маршрутов. Именно это и цель и задача моего проекта. Уже следующий слайд. Ведь применение GPS поможет напрямую познакомиться с основными туристическими маршрутами и их красотами. Без сопровождения гида и знакомому с особенностями рельефа будет невозможно не потеряться в нашей прекрасной республике. И именно благодаря GPS-навигации данную проблему можно решить. И каждый желающий получит возможность увидеть все природные достопримечательности нашего государства без всякого риска потеряться. И подходящим решением для этой задачи является именно прокладка GPS-маршрутов на картах и прикрепление к ним фотографий ориентиров. Студенты, представившие свои научные разработки на пленарном заседании, по завершению конференции были награждены дипломами первой степени и памятными подарками, которые студенческая молодежь получила от рук ректора Йогу Вадима Тедеева. Награждается студент 4 курса специальности юриспруденции Кудалов Атарбек. Как раз тема расклада была чешная военная кампания. Очень интересный был план. Атарбек Зазович, спасибо тебе за вклад в науку. Спасибо, что ты у нас такой вот, причем носитель такой именно настоящего астинского образа студента. И когда мы увидим таких высоких статных студентов Юго-Астинского университета, это радует. Поздравляю, автодор Георгиевич. Поздравляю. Работа научно-студенческих конференций является толчком для молодежи в мир науки, чему способствует и руководство вуза. В дальнейшем деятельность 73-го пленарного заседания продолжится в секциях на каждой кафедре. Хочется отметить, что все доклады были очень интересные. И слушатели с большим энтузиазмом задавали вопросы. И, во всяком случае, то направление, где я была модератором, это естественные и точные технические науки, прошло на одном дыхании. Очень живая дискуссия возникла. И возникла даже шутка такого рода, что если все доклады, которые сегодня мы выслушали, притворятся в жизни, в Осетии будет здоровое население, развитое сельское хозяйство, развит туризм. И будут построены красивые здания на нашей набережной. Вот такой широкий спектр докладов рассматривался только на нашей секции. Очень интересные работы были представлены и на двух других направлениях. В этом году мы попробовали новый формат. Если раньше на пленарном заседании от каждого факультета выставлялась только одна работа, то в этом году каждая кафедра выставила одну лучшую студенческую работу, которая была выделена на заседаниях научных студенческих кругушков, проходив в течение всего учебного года. И мне кажется, что этот формат себя оправдал. Отрадно отметить, что все большее количество студентов реально вовлекается в научную деятельность и выполняют вместе со своими научными руководителями очень серьезные работы. Надеюсь, что ситуация, которая сложилась в тяжелые предвоенные и послевоенные годы, когда в науку практически не шла молодежь, она сейчас будет коренным образом меняться. Во-первых, и руководство университета очень много делают для того, чтобы заинтересовать как студентов, так и молодых ученых продолжать свою научную деятельность. Но и отрадно то, что сами студенты тоже стали интересоваться фундаментальной наукой, сами стали интересоваться научными разработками современными. Те работы, которые мы заслушали сегодня, они должны пройти еще ряд проверок. Антиплагиат должны удовлетворять ряду требований по оформлению. И те работы, которые пройдут все эти этапы проверки, они будут опубликованы в сборнике материалов 73-й научно-студенческой конференции. Продолжение следует... Продолжение следует...